Глава округа проверил благоустройство двора, домов 92 и 94 на улице Карла Маркса в поселке Красково. Владимир Ружицкий принял во внимание все пожелания жителей многоэтажек. Подробнее в нашем сюжете. Вопросы есть, конечно. Вопросы по дороге, вопросы по лесу. Это у нас единственный островок. Если у нас лишат этого леса, застраиваются, там гулять не где. То с колясками, со стариков, домами частными. Двор на улице Карла Маркса считается одним из самых благоустроенных дворов Люберецкого округа. Сюда приходят играть дети из соседних микрорайонов. Но у местных жителей остаются пожелания. Вернуть качели, установить спортивную коробку, оградить зеленую зону. Зеленая зона площадки детской – это один из элементов детской площадки. Я два года занималась тем, чтобы наша площадка вошла в реконструкцию, ходила на совещания, на все и прочее. Машин, конечно, здесь очень много. Постоянно. То есть из-за этого, соответственно, даже снегоуборочные машины, которые приезжают, они не могут подъехать к домам, чтобы нормально убрать. На территории городского округа почти 700 дворовых территорий. Из них в поселке Красково 104. Здесь под руководством управляющей компании «Содействие» трудится 109 дворников. Этого в целом вполне хватает. Конечно, есть определенные сложности, когда идет обильный снегопад. На ежедневной основе, как нам рекомендует ГУСТ, это очистка в первую очередь тротуаров, входных групп, социально значимых объектов. С таянием снега обнаруживается много мусора. В связи с этим проводятся коллективные уборки территорий. Ближайший муниципальный субботник состоится 9 апреля. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.